12 июня жители Барвихи ярко, спортивно и весело отметили сразу два праздника. Во-первых, День России, а во-вторых, 87-ю годовщину основания поселка. Прекрасное настроение, радость от всего увиденного. Мне кажется, это самое главное, потому что подарить людям радость – это очень важно. Уважаемые жители Одинцовского городского округа, уважаемые жители Барвихи, с праздником, праздником Днем России, счастья всем, здоровья, благополучия, всего самого доброго, теплого, хорошего, светлого. Праздничная программа началась с самого утра. Мастер-классы, ярмарка, анимационное шоу, спортивные соревнования «Барвихинская миля». Каждый житель поселка мог выбрать занятие по душе. Конечно, наши самые маленькие, они с 10 утра уже веселятся, проходят мастер-классы, катаются они на квадроциклах, играют лазертак, рисуют, пляшут, поют. И сейчас идет анимационная программа «Джанглики». Маленьких жителей поселения удивили трансформеры и динозавр, который оказался совсем не грозным. Ну а самые спортивные гости могли прокатиться с ветерком на четырехколесном мотовездеходе. Примечательно, что День России совпал с днем поселка «Барвиха». Сегодня здесь масса активностей, одна из которых – бесплатное катание на квадроциклах. Я также не удержалась. Домик культуры «Полет» праздник прошел в почти что семейной обстановке. Танцы, стихи и песни – все было посвящено России. Милая Россия, здравствуй с новой силой, в добрый путь. Екатерина Ким занимается вокалом уже пятый год. Выступление в родном доме культуры. Для нее одновременно и праздник, и репетиция для большой сцены. Ведь поступать девушка решила в музыкальный колледж. Песню с преподавателем выбрала быстро. Мне понравилось тем, что она поется о друзьях, о родственниках, которые мне очень дороги. И энергетика у нее была очень счастливая, какая-то восхищенная. Песни о родине, казачьи напевы и русские народные танцы. Публика восторженно приветствовала творческие коллективы. Ведь на сцене среди артистов – друзья и соседи. По-семейному, в дружеской атмосфере прошел День России в Никольском поселении. Здесь всем понятно, с чего начинается родина.